Привычную душе и сердцу, неспешную и несуетную жизнь в Харовске вдруг напрочь перечеркнули события последних дней. Типично провинциальный городок становится знаменитым. Неленивые и любопытные едут в Харовск из дальних градов и весей в надежде стать свидетелями и участниками встреч с инопланетянами. Одна из центральных газет назвала и точную дату предстоящего события. Вот каким мы увидели в Харовске это утро. Увы, рандеву с пришельцами из глубин Вселенной так и не состоялось. Хотя добрая половина жителей Харовска уверена, что НЛО, неопознанные летающие объекты, выбрали Харовск потому, что уж очень красивые здесь места. И еще есть палопропиточный завод, нещадящий природу. И коль победить его земными силами не удается, то это непременно сделает посланцы Вселенной. В НЛО в Харовске верят всерьез и, по-моему, надолго. Взрослые и, конечно же, дети. Вот эти очаровательные девчонки под предводительством шестиклассника Сергея Беляевского стали единственными свидетелями и авторами сенсации, подхваченной сначала местной газетой, а потом и центральной прессой. Они утверждают, что вот здесь, вот на этом месте, близ деревни Кононцево, были свидетелями прилета на землю инопланетян. Мы только что выкупались и смотрим, вдруг на небе появилась точка. Она увеличилась очень быстро и росла. Она села около деревни Кононцево и покатилась. Это вот там, что ли? Да, вот по горке. И покатилась. Остановилась она вон у тех кустов. И оттуда вышел человек без головы. На груди у него был светящийся диск. Руки его были намного ниже колен. А шел он вот так. Как? Вот так и шел? Да. Как робот. Он вышел и пошел вон туда. Вот к железной штуке, которая вон там вот стоит. Это железная штука трансформатором называется. Так? Вот. И потом он там все стоял и оглядывался. Как бы знакомился с этой местностью. Оглядывался он. И вот потом вот отсюда вышла женщина в красном платье. Она стала подниматься по дороге и дошла до середины горы. И человек ее, видно, заметил. И исчез сразу у трансформатора. Мы ей закричали, чтобы туда не ходила, что там кто-нибудь есть, что там кто-то есть. Но она не слышала и снова пошла туда. А дальше что с ней случилось? Она дошла до того места. И как раз как бы вот они сдвинулись, где он стоял, она дошла. И сама исчезла вместе с ним. А вы можете мне нарисовать то, что вы видели? Вы любите рисовать? Да. Можете нарисовать? Да. Кроме рисунков, которые вы видите, до самих ребят, мгновенно ставших в Харовске звездами первой величины, материальных свидетельств НЛО, конечно же, не оставило. И жизнь в Кононцеве как текла, так и течет. Тем более, что на дворе парасина костная. Хотя здесь обиделись, что пришельцы, если таковые были, не удосужились отпить чаев и самовара в любой избе.